Что ты молишься? Я молюсь, чтобы мы быстрее сняли. Я быстрее уже. Всем привет, с вами Жора, сейчас будет кое-что интересненькое. Мы пойдем с вами вот в тот магазин и закупимся на 500 рублей продуктами. После этого пойдем домой и будем готовить еду на праздничный новогодний стол. Скорее всего, многие из вас подумают, что 500 рублей это очень мало, и не получится купить продуктов и вообще что-то вразумительное приготовить. Но на самом деле я докажу вам обратное. Поэтому пойдем. Итак, я составил список того, что мы будем с вами покупать. И сейчас я его назову. Морковь, картошка, майонез, лук, чеснок, мандарины, зелень, специи, хлеб, солнышка, консервы, акульцы соленые, яйца, спекла, горошек, лаваш и квашеная капуста. Ну а теперь погнали все это смотреть, закупать и искать нормальные цены низкие. Погнали. Паштеты для бутербродов. Есть такие вот по 17, но я не хочу рисковать своим здоровьем покупать настолько дешевую продукцию. Поэтому я нашел вот такие паштеты по 26 рублей. Берем две штуки и идем дальше. Я подобрался к свекле. Возьмем вот такую штуку. И стоит она 19 рублей за килограмм. Сейчас взвесим и скажу уже точную цену. 5 рублей. Морковка стоит 19 рублей за килограмм. Мы берем специально неочищенную, потому что она стоит дешевле. Например, чистая она стоит 49 рублей за килограмм. Поэтому однозначно берем грязную. 2 рубля. Нашли самую дешевую картошку. 22 рубля. Погнали на весы. 25 рублей. Ну какой же новогодний стол без мандарина? Обязните мне, пожалуйста. Так, а вот 74 рубля наиболее такая приемлемая цена. Ну и возьмем примерно штучек, я не знаю, сколько. Сколько будет нормально? Вот смотрите, какие отбирать надо, видите? Ужасные мандарины. Ну вот тебе и цена. Хотя я не знаю, на мандарин такая цена нормальная или нет. Так, сейчас по-быстрому отберем. Так, вот столько, думаю, хватит. Взвешиваем. Лучок за 27 рублей килограмм. Цена 4 рубля. Укропчик за 20 рублей. И это отправляться в нашу копилку. Берем с вами чесночок за вот такую упаковку. 26 рублей. Самый дешевый майонезик то, что надо. За 400 грамм 25 рублей. Возьмем с вами квашеную капусту. Будем делать винегрет за 39 рублей. Ну округлим 40. Как же без хлеба? Возьмем багет за 15 рублей за вот такую палку. Десяток яиц за 70 рублей. Но перед этим каждое проверим, чтобы оно было целостное. И вы тоже, как будете покупать яйца, обязательно открывать упаковку и проверять их целостность. Я решил взять вот такой вот горошек за 33 рубля баночка. Опять же, я решил взять не вот такой вот сам дешевый, а такой, более-менее за 33. Огурчики за 64. Возьмем приправу для шашлыка за 10 рублей. Возьмем то, что надо двух видов. Вот такой вот. И вот такой вот. Этот сок стоит 34. А это яблоко. А вот этот стоит 37. Мы купили уже целую кучу еды. И осталось у нас 28 рублей на лаваш. Вот он наш лаваш. Последний продукт. И говорю это с грустью, потому что, к сожалению, не получается уложиться ровно в 500 рублей. Лаваш стоит... Сколько? 39. Вот, смотрите, как спрятали ценник, а? А у нас осталось до 500 всего лишь 28. Поэтому, ну, к сожалению, вся эта корзина продуктовая у нас вышла на 512 рублей. Вот так вот мы закупились. Два пакета продуктов у нас получилось. Какого-то хрена нам пробили все продукты. И получилось не 512 рублей, а 596. Ставьте на паузу. Можете глянуть, сколько какой продукт вышел по цене. Притеняться. Ну, это, скорее всего, потому что мы не умеем считать. Или нас обманули. Ну, вроде я по чеку проверил. Вроде все нормально. Ну, вот такие пакеты. Оператор, покажи пакеты. Какие? Полстые. Это необычные там пакетики рублевые. Это пакеты. Ну, а теперь все вот это вот добро я несу домой. И иду готовить. Вот столько продуктов у нас получилось взять. И что мы будем из них готовить? Ну, первое это мы пожарим с вами картошку. Сделаем два салата. Оливье и винегрет. Оливье у нас будет вегетарианский, потому что там не будет мяса. Но это не значит, что он окажется каким-нибудь невкусным. Или что он будет вкусным вегетарианским. Далее мы с вами сделаем фаршированные яйца. В которых будет у нас, значит, майонезик. И чесночок. Естественно, скушаем с вами мандарины. И последнее это сделаем бутербродики с паштетом. И багет нам в этом поможет. Внимание, важная информация. У нас всего 7 картофелей. 3 больших я отправлю, значит, на жарку. А 4 у нас пойдут в салат. Пока я чищу картошку, свекла варится. Будет, кстати, вариться минут 40. Картошка для жарки почищена. А эту картошку мы оставим на приготовление в мундире для салатов. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, друзья, вот такой стол у нас получился на 600 рублей. Думаю, это отличный вариант, если у вас нет денег или если вы студент. Теперь рассказываю, что у нас, значит, получилось. Смотрите. Перед собой вы видите 2 салата. Первый диетический и вегетарианский оливье. А вот это вот винегрет. Там стоит мисочка за кадром. И там еще примерно вот такая же порция винегрета. Далее у нас идет жареная картошечка, для которой я использовал специю для шашлыка. Получилось очень вкусно и пикантно. Также можно увидеть сок двух типов. Вот это яблочный, а вот это яблоко и все-все-все. Короче, мультифрукт. Ни один нормальный новогодний стол никогда не обходится без вот этих ребят. Это мандаринчики, их 8 штук. Далее я могу вам предложить фаршированные яички. Вот так вот красиво они у нас выглядят. Они очень вкусные, на самом деле, эти яички. Ну и напоследок я приготовил целую кучу вот таких вот бутербродов. Это у нас нарезанный багет, соленые огурчики, паштет и для украшения петрушечка. В принципе, ребят, на этом все. Поздравляю вас всех с наступающим Новым Годом. Я надеюсь, не отсвечивает. Давайте вот так вот сделаем. Поздравляю всех вас с наступающим Новым Годом. Спасибо, что посмотрели это видео. Желаю вам в Новом Году побольше улыбок, побольше радости. Не огорчайтесь по мелочам. И всего вам самого лучшего. Вы самые лучшие зрители, самые лучшие человечки. Благодарю тебя за просмотр. Надеюсь, тебе понравилось это видео. Я постарался сделать его максимально четким, максимально интересным. Если у меня это получилось, пожалуйста, подпишись на мой канал, поставь лайк и обязательно, обязательно напиши интересующий тебя вопрос в комментарии. И я обязательно на него отвечу. Ну а на этом все. Увидимся в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok